всем привет друзья позвонил макс говорит я нашел машину нашей мечты тут когда-то рома привез нам с кировоградской губернии запчасти для этой машины мечты скорее всего нам нужны сейчас я смотрите отобрал уже основное все сейчас мы будем ехать смотреть машину если получится то заберем сейчас я беру то что нам может понадобиться в дороге точнее для того чтобы на ней добраться так ну много полезного тормозами там вопросик но он я какой-то главный нашел похоже запчастей тут мешок и несколько ящиков но тут моторная группа 30 . поршневая вкладышей куча ну хватает тут добра тут еще мешок какой-то но тут мешки сейчас тоже посмотрим смотрите просто целая сумка оригинальных резино-технических изделий это то чего не хватало когда мы с горы летели так и на передачи запорожец какой-то сегодня у нас филот очень влад на белом запорожце говорит проблема найти качественные резинки уже их практически нету чтобы сделать тормоза нормально говорит ну что-то продают но оно такое все непонятно какое здесь целая сумка манжетов сальников пыльников всего помнил еще что масло нужно взять обязательно с таким запасом должно у нас все получится там единственная проблема немножко по кузову пока только со слов все сейчас будем смотреть друзья мы стартуем состав практически тот же тут пару человек сзади еще добавилось за нас за год добавилось пару человек а так состав практически тот же едем прямо короче тут недалеко не так как прошлый раз ну и тех посерьезнее значительно значительно серьезнее макс нашел и вчера звони бросаешь технологии нереальные слышишь вот тут когда-то станция была кстати станция очень известного бренда здесь раньше было вот где мы сейчас проезжаем то не круче ну да тут была за станция когда-то давно мог зариться звездой это иномарка шла 62 по 65 год выпуска начала 62 начали выпускать да никита сергеевич дал команду делать машину срочно изобрести слышишь смотрел этом это историческое такое видео ну кадры были подложены исторические кадры как завод коммунар это такой знаешь селки делал там какие-то до революции вот на его месте начали делать эти шикарные машины все равно тысячу восемьсот рублей стоил он тогда при советскому человеку принципе было под силу купить этот шедевр автопрома может снял чувак или нет я вчера смотрел что он 28 ноября выстрел и вчера день о это что он месяц простоял и никто не купил ждал нас а я слышишь себе просыпаюсь просыпаюсь холодном поту и думаю блин а вдруг кто-то перехватит блин знаешь покажу нашу подготовку вон я на подготовка у нас болгар очка инвертор киловаттный болгар очку включить два аккумулятора сапоги стрелы какие стрелы самую выездная антенна выездная антенна ящик с инструментом он бензобак вот я показываю видите вот он что еще ну в общем много тут всего округляют ну может плюс минус там нормально не говорят что не дурят но на вид человек приличный в маске выглядит неплохо друзья я вспомнил историю вспомнил историю у меня брат есть двоюродный он жил казахстане в целенограде я был у него немного не мало сейчас скажу когда 45 лет назад но я хорошо помню все как хорошо от рыбками но помню много брат зовут его шурик сейчас он живет где-то в брянской губернии по последней информации родственников и он меня катал на этой машине по степям казахстана в семьдесят пятом году или четвертом пятом пять лет мне было я так что-то кажется мне в семьдесят пятом все таки и он катал меня на этой машине макс даже цвет похожий слышишь такие вот факты вспоминаются мои бабушки у родной бабушки есть был брат Эдуард Мазмалин в Атукино-Зенегородской области и точно такая же машина синего цвета и у братухи тоже вроде синего было тоже птица меня катал и мы когда мне уже лет было наверное 13-14 мы приезжали она всегда стояла у дяди Эдика во дворе я постоянно говорю блин я говорю план такой бы машина в плане я говорю типа жигули большая для меня вот такая была бы вообще отлично ну так ща щас будет не очку асфальтная налево вот асфальт аэродром есть красивые места аэродромное название такое да интересно где человек ждет блин ты по аэродромной разгоняешься вроде мы на взлет собираемся идти макс макс остановись макс остановись это блин вроде мы едем где-то с этого днепропетровска ёханы бабай ну что готовы друзья показывать показываю вон она стоит машинка руслан сергей известный канал офф руд ох блин а зачем вам такое чудо тогда как это же главный внедорожник украины 1 да да со звездой со звездой да не обманули елки-палки бомба вообще слышишь бомба такая убитая бомба убитая да чуть-чуть но запчасти есть ключи есть накат хороший да так мы дотолкаем до киева вот и смотри смотри ах ты был чуть-чуть не так ты понял ты шо и что правда что 10 тысяч проехали на нем вообще семнадцать тысяч проехали это газ а это просто так нам надо и завести лишь трамблер как в этом я я не знаю она не заводилась вы знаете трамблер как в москвиче когда моя машина была разбита я это ездил по сигналю меня раз все пропускают да все ручки а вы говорите зачем она нам нужна но нам для вот этого чтобы махали рукой пропускали радовались до бензин взяли мы свежий есть до них тоже не сливал ну да аккумулятор ставить охренеть вообще в оригинале все да то я не знаю и была такая машина и такого же цвета кстати у меня катал в семьдесят пятом году плюс где плюс где минус плюс вот это плюс вот минус так а вот тогда так а что ты не знала как в арбатом дверь ну я на начинающий пилот как роллс-ройси двери да да кстати макс сразу вспомнил вроде там родился задрите как охладно что ты поехал капот закрывать или так поедешь для съемки удобно руслан смотри где запоминать есть да слышали нолеум есть посмотри у меня в прицеп дачи такой же надо бензонасосом подкачать где тут бензонасос я лунжерный да это бомба служишь ну это фантастика а нам же с тормозами разобраться еще главное тормоза нету бензина откройте пробку он дунет фильтра я забыл взять лошара но пошло макс накачал бензина да 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 Продолжение следует... 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 Ё-моё, работают фары даже. Фары работают, повороты. А что написано? Как он работает? Смотрите, счастье на глазах Макса. Это фантастика просто. Колеса накачаны. Макс, Макс. Это, блин, вообще. Я тут ему фотографий несколько сделал красивых. Сейчас прогреемся. Ты тут встали возле маятка какого-то. Главный цвет настоящих мужчин. Да. Это просто фантастика. Стопы работают. Стопы работают, блин. Или это габариты? Макс, нажми на тормоза. Стопы работают. Блин, тупо комплектная машина рабочая. Ёлки-палки. Две выхлопные, как в серьезных спорткарах. Как в Rolls-Royce практически. Двери как в Rolls-Royce. Выхлопные тоже. Ближний дальний, посмотри, работает? Давай. Ближний дальний. Есть! Работает. Это шок просто. Отцепились. Так, Макс пробует первые метры. Первые метры пытается проехать сам. И это ему, наверное, удается. Что-то там сложность с включением передачи. Давай руками я тебя разверну. Руками. Я сейчас сам. Сам хочет. Не, он такой, что не... Если настроился поехать... Если настроился поехать, то он поедет, конечно. В любом случае. Это просто фантастика. Что, поехали? Меня возьми. Если он хочет поехать, он все равно поедет. Блин, мы валим. Блин, Макс, Макс, мы, блин, не на этом. Мы не на... Мы не на... Мы не на Феррари. Я тебя прошу, Макс. Ё-моё, мы едем, блин. Дальний выключи, ты же ослепишь кого-то. Динамика такая. Выключи. Блин, друзья, это шок вообще. С 16-го года он стоял. Вот это счастливый. Посмотрите на его лицо. Просто передать словами это невозможно. Это только надо видеть. Сейчас, слышишь, можно масло поменять. Не можно, а нужно. Ух ты, блин. Тормозит как жестко. Подожди, я с улицы. А, задом давай. Давай, я выйду, чтобы легче было. Где-то мы веревку переехали. Стой. Долго, но завелась. Это фантастика, да? Слышите, какое-то корыдце слить быстро. Мы масло взяли свежее. Жалко будет, если стуканет. Смотрите, она едет просто от усилия ноги. Сейчас зальем свежее масло. Я думаю, будет легче ему. Блин, ну такая маленькая. Да окна откроем. Тепло на улице. Плюс 5, наверное, 6 где-то сейчас. Очень тепло. 4 года не заводился. А, этого везти. Нас это не пугает. Нас не остановить. Такой мелочью. Так не заводится. Я знаю, что это ведется, да? Нет. Что это будет? А молоко есть, да? Есть. У меня в багажнике. Сейчас я дам. Так, Макс, естественно, открутил голыми практически руками. С небольшими. Инструмент на вес взрослых. Да. Инструмент нужен. Пошло масло. Да. Вот это вот здесь стояла печка. А он придумал... А, он тут стояла, да? Да, вот с этой стороны стояла печка. А он придумал, что я так понял. Вот эта штурбина. Да. Она через цилиндр продывает воздух. Да, да, да. И он придумал такую коробочку. Это правильная тема. Но она разорвалась. Уже от старости все. Потом можно подрепетировать будет. Это, кстати, у Хольцвагена Жук так сделано. Через выхлопной. Да, выхлопного. Используют выхлопной. Ну, воздух теплый пропадает же. Ну, да. И у них использованы там воздуховоды идут. Я просто так досконально не знаю. Но я видел тоже как-то. Но я его тоже как-то тягал зимой. Крутое масло. Хе-хе-хе. Обычно. Он в жизни, наверное, не видел. Не крутое. Блин, свежачок. Смотри, какое красивое. Блин, аж сердце радуется. Главное, свет есть. Вот что самое радует. Что и фары светят. Так оно же не светит. Нас видно на дороге ключевое. Да, а не этого. Ну, конечно. До города-то недалеко. Там освещенное все. Но все равно... Ну, в хорошей машине много масла. В BMW вот у меня 7 литров. В Mercedes у тебя тоже много. Да, Макс? О, как раз поверх него. А четко. Все, подмет. О, Раслан, лобовой. Лобовое есть? Новое. Представляешь? Ну, тут, видите, были проблемы небольшие. Но это, скажем, несложно. Подожди, тут надо сложить там. Или сложен. Я сложен. А напильник есть. Контакты почистились. А вы нам дадите эту досточку, чтобы мы могли по дороге ремонтировать? Да, бери. Спасибо. Пистолет. Так, стекло. А ты не заливал? Ага. А ну. Бензин нет? Да, точно. Прикинь, один в один. Одинаково. Блин, делали же машины. Вот это универсальность. Полная. Не знаю. Рулевой вал, смотрите. Вот более новая машина. Помните, там такой вал есть? Из такого этого. И он гнется. А здесь четкий. Да, аналогично. А датчик работает вроде? Думаю, да, тут все работает. Я не знаю. А у меня датчик есть, кстати. Сам датчик есть в запчастях. Мне звонил один, просил продай мне вот это, вот это и вот это. И вот 300 гривен, я говорю. Говорю, не буду продавать, потому что, может быть, заберу целиком. Конечно. Говорю, это самый... Вы знали, что у вас вчера был последний день размещения на LLX? Нет, даже не знал. Опускай. Вчера уже объявление выключилось, и уже все, и вас уже не найти. Мы вовремя. Ну, мы же телефон записали. Ну, да. Вашка звонили. Ну, я все равно выставил. Честно, ребята. Знаете, как я говорю? Вашку местный... Четко работает. А, Кульжо, ключи? Двери закрываются? Да. Да? Не помню, какой тут раз-два. Да. Смотри, что на сиденье. Что там? Велюр. Да, ты смотри, чехлы оригинальные. Да, да. Еще те времена. Все закрыто, да? Надо их сохранить. Точенье 2029-го року ключ. Ого, нормально. То есть, с запасом. Если я не урушу... Как фамилия? Как фамилия? Кольга. Хозяина. Кольга Микита Яковлевич. Думал, знакомый тут? Нет, думал, это мой двоюродный дедушка. Вот точно такой, один в один. Да? Да. Я на этой машине, знаете, сколько она ездила? Я бы не продавал. Если бы были руки... И время, да? И время. Нет ни того, ни другого. Спинка не регулируется. Знаете, как я регулировал? Я подкладывал все отбор. Это целая история эпоха. Первый украинский автомобиль. Ищешь здесь ручка. Она вот тут. Очень непривычно. Бачок омывателя есть. Молоток бросил ты, да? Оно и вон регулируется. О, отлично. Руслан. Отрегулировал? Да. Так, а как же вперед подвинуть? Я тебе же лечу. Да, это не надо. Осторожно, не ломай, береги. Осторожно, береги машину. Все, Руслан, теперь можем ехать хоть на край света. Я тебя понял. Толкнем сейчас. Толкнем, да? Масло новое. Старое. Вот. Готов? Да. Погнали. Давай. На новом масле стопы работают. Да, это вообще фантастика. Спасибо огромное. Созвонимся тогда. Да, спасибо. Я на тут. Я тут. Хорошо, Руслан, как завелась? Да это вообще я в шоке просто. Да все в шоке, я думаю. Что, друзья, мы погнали. Это не постанова, это все в прямом эфире, вы все видите. Ну и на основную камеру идет запись. Я думаю, что открывай окно, чтобы не потело. Да, да. Ну я так приоткрыл, чтобы сильно тут не дуло нам. Дворники работают, е-мое. Да, омыватель по-бому. И омыватель работает? Ну, омывателя, наверное, воды нет. Свет есть в салоне. Ну что, едем. По-светлому очень все мы оперативно сделали. Повезло, конечно, с машиной, просто нереально. Я такого поворота не ожидал. Да никто не ожидал, наверное. Я просто увидел эту машину, думаю, мы ее с авиатором. Мы на ней стопудово поедем. 21 век. Это то же самое, как я газик. А помнишь, увидел, говорю, что все едет за ним. Да, мы же газик еще с тобой везли, е-мое. Вот идет время. Тоже два года, да, уже газик или нет? Два года назад мы везли газик. Да. Ровно, кстати. Как зима, так у нас организация за машинами, да? Да, да.